Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу за наколенники тренировочные, которые предназначены для спаррингов. Поехали! FUA. Тот самый магазин для спорта. Я начну с того, что абсолютно все профбойцы ММА во время спаррингов выглядят как игроки хоккея. Они полностью экипированы. Шлем, капа, перчатки, бинты, перчатки желательно с 16, 18, 20 унций, защита для ног и паховая ракушка. Но с учетом того, что в ММА есть еще удары и локтями, и коленями, и для того, чтобы вам нормально их отрабатывать и, соответственно, нарабатывать эти удары, и отрабатывать их во время спаррингов, чтобы их применить во время боя, надо как бы экипироваться правильно. И для этого созданы специально и налокотники, и наколенники. И сегодня мы поговорим про наколенники. Понимаю, что без таких защитных наколенников любой удар коленом по вашему спарринг-партнеру может принести как минимум это синяк, как максимум это рассечение, и ваш спарринг-партнер просто выпадет на определенное время тренировочное. Что касается вас, если вам нужно работать и подстраиваться под поединок против того соперника, который больше бьет коленями, на вашем спарринг-партнере должна присутствовать такая защита, чтобы он по вам хотя бы минимальные удары наносил этими коленями, и вы могли на них хоть как-то реагировать. Если в случае чего, да, где-то пропустили, то пропустили легкий удар защищенным коленом. Расскажу лично на своем примере, потому что у меня такое было. Когда я в спарринге делал проход в ноги, человек напротив меня машинально, просто интуитивно выкинул колено мне навстречу. У него колено было не защищено, оно было открытое, и, соответственно, я, будучи в шлеме Full Face, сделал себе синяк на брови. Это было не совсем приятно, потому что мне нужно было потом на следующий день переносить съемки из этого синяка. Теперь рассмотрим немного другую ситуацию, когда вы отрабатываете удары коленями, и ваш спарринг-партнер надел вот такой вот шлем. Это может быть либо такое забрало, либо такое, либо вообще металлическое забрало, либо как у нас художное вот такое вот Full Face. Так вот, когда вы будете бить коленом ему в голову, вы, соответственно, можете легко словить травму, если у вас колено будет открытым. Вы можете ударить не сильно, но вот эти вот забрало, они доставляют такие микротравмы, может быть, с легкостью синяк, либо вообще какой-то ушиб. Или даже если вы отрабатываете какие-то удары, и он делает подставку, то вы можете с легкостью влететь в локоть. У меня тоже такое было. И вот для таких тоже ситуаций отлично подходит защита для колена, потому что ваше колено будет защищено. Ну и еще одна дополнительная функция наколенника, как и любого другого наколенника, это фиксация вашего коленного сустава. В таких наколенниках это просто очень круто заходит. И еще дополнительный момент, это то, что для тех, кто ходит в партере много на коленях, либо делает проходы в ноги, такие наколенники дают как бы, ну, большую стабильность для прохода в ноги. И особенно для тех, у кого есть какие-то проблемы с коленями. Еще одной особенностью наколенников является их неопреновая основа, которая, а, не пропускает воздух и не выпускает тепло. С одной стороны, это хорошо, почему? Потому что ваше колено будет всегда разогретое. С другой стороны, пару раундов отработаете, и у вас колено нереально вспотеет. Вы еще должны учесть тот момент, что когда вы спаррингуете и надеваете защиту для колен, вы еще сверху надеваете защиту для ног. И поначалу будет немного непривычно, как и мне. Так вот, специально для таких моментов есть специальные защиты для ног с встроенными защитами для колен. Это выглядит немного нелепо, но оно такое есть. И, в принципе, если у вас есть желание, я могу тоже достать их такие на обзор и потестить. Самое главное, друзья, подходите к тренировочному процессу с умом и правильно экипируйтесь. Если вам понравилась такая защита для колен, то ссылка на них будет в описании под этим видео. Лайк, подписка, колокольчик и до новых встреч! FUA – тот самый магазин для спорта.